Не переврать историю и не повестись на искаженные факты. В Ульянском педагогическом университете провели лекцию на тему работы с информацией. Разобрали и курьезные ситуации с блогерами, и ложные обвинения в сторону России в зарубежных новостях. В течение недели вместе с обществом знания мы проводим различные мастер-классы, лекции, встречаемся с экспертами. Это и реальные действующие педагоги, это и кандидаты наук. И с ребятами будут обсуждаться темы совершенно разные. Вот сегодня, например, мы говорили о фейках. Сложилось так, что в последнее время европейский эфир пестрит новостями, очерняющими Россию. Например, дома в Украине, разрушенные местными нацистами, некоторые СМИ предпочитают списать на работу наших войск. Но при проверке информации все становится на свои места. Разобрали и известный случай с фотографией веселой вдовы Рокфеллера. На деле это казалось не циничная жена почившего бизнесмена, а актриса Натали Портман, исполняющая роль Жаклин Кеннеди. Прежде чем, как поверить сводкам новостей или постам в соцсетях, надо бы проверить, правда ли это. Фейк-новости, они нарушают жизнь общества, они разжигают какие-то конфликты социальные, межнациональные. Это очень, на самом деле, серьезная тема. И я думаю, особенно для нас и для учеников помладше нас это самая актуальная тема. По словам преподавателей ПЭД-университета, есть два пункта для определения фейка. Для того, чтобы не запутаться, необходимо узнать автора новости или публикации и проверить источники. Виктория Черкова, Сергей Кудаков. Управда ТВ.